Привет! Ты решил завести свой канал? Молодец! Время начинать? Никогда не поздно. Самое плохое время, наверное, это ничего не начать. Если ты смотришь это видео, значит тебе интересно, что такое YouTube и как там себя вести. По большому счету канал загоняет тебя в определенные рамки, ты должен правильно себя вести. Первым делом ты должен снимать видео, снимать контент, который будет приносить удовольствие в первую очередь зрителям и тебе. Контент, естественно, он разноплановый. Ты можешь выбрать для себя какие-то новые интересные моменты для съемки. Возможно, в чем-то ты эксперт, в чем-то ты разбираешься. Разные есть направленности на YouTube. Выбирай, исходя из того, что тебе нравится делать. Если ты будешь начинать снимать контент определенного плана, который ты не можешь часто делать, либо контент, который тебя заставляет уделять слишком много времени для него, либо же тебе нужно постоянно стрелять с какой-то, может, сильно дорогое оборудование, находить каких-то друзей, знакомых для снятия контента. Ты на это будешь тратить огромную, огромную-огромную тучу времени. И не факт, что у тебя все получится. А тебе нужно начинать снимать. Ты начинающий автор канала. Канал снимать вроде бы просто, и в то же время и непросто. Поэтому не нужно бояться. Ничего тебе сверхъестественного не открою, наверное, на первых этапах. О том, как я начинаю делиться по поводу съемок на канал, создания видео. Поэтому первым делом для своего канала сделай видео 5-10. Сделай вот такое количество видео и посмотри на свой контент со стороны. Если, в принципе, тебе нравится то, о чем ты рассказываешь, значит, понравится и тем, кто это смотрит. Ни в коем случае не думай, что то, что ты снял, никому не понравится. Такого быть не может. Люди смотрят абсолютно разную информацию на YouTube. Вообще то, о чем ты думал, что никогда не увидят, не посмотрят, и такого искать даже по запросам не будут. Вот, поверь ты мне, и люди смотрят все. Тебе просто нужно начать снимать для того, чтобы понять, какая твоя будет целевая аудитория. Это поймешь по комментариям. Комментарии будут разные и сложные, и не очень. Поэтому относись к ним спокойно. Первым делом всегда благодари людей, которые пишут тебе комментарии. Никогда не отвечай грубо, не оскорбляй людей ни в коем случае. Это зритель, который тебя вообще не знает, забрел случайно в интернете на твой канал. Поэтому будь сдержан, будь приветлив. И самое главное, подари человеку ощущение его важности. Потому что каждый, каждый человек, который написал тебе комментарий, он уже для тебя важный. То, что он делил тебе время. И в это время, когда он смотрел твой ролик, твое видео, он мог бы заниматься своими вопросами, своими делами. У таких людей, как правило, есть семья, дети, работа, какое-то любимое увлечение. А он потратил время на тебя. Поэтому будь благодарен своему зрителю. И чувствуй, что ты для него сделал контент. Чувствуй это. То есть, когда ты снимаешь видео, ты должен понимать, для кого ты его снимаешь. Сразу этому научиться сложно. Нужно снять не один десяток видео, наверное, чтобы понять, для кого ты снимаешь видео. Самый важный момент наступит потом, когда ты поймешь этот момент, для кого ты снимаешь видео. У тебя начнут появляться зрители. Важные зрители, это те, которые из раза в раз, каждый раз, на каждое твое видео пишут комментарии. Это самые ценные зрители. Это самые-самые лучшие зрители, которые пишут тебе под каждым твоим видео. Я бы их назвал всех этих людей. У меня их много. Я боюсь их перечислить. И боюсь их кого-то не назвать. Самое главное, я скажу, что это правильно Ютуб назвал этих людей. Знаете, как он их назвал? Сообщество. Для меня это дошло относительно недавно. Я вот смотрю, и многие авторы, начинающие на Ютубе, они этой вкладкой пренебрегают. Это важная вкладка. Эта вкладка одна из самых важных, пока у тебя не сформировалось твое ядро. А когда оно сформируется, зрительское твое ядро, она не перестает быть важной. Я думал, она будет важной до тысячи. Но она важна и после тысячи. Это то место, где вот эти твои преданные зрители, твои лучшие зрители, а лучшие зрители-то те, кто пишут комментарии под каждым твоим видео. Я так решил. И благодаря этим людям и происходит рост канала, происходит мотивация твоего канала. И это позволяет тебе находить новые силы, возможности снимать новые ролики. Поэтому цени своих преданных зрителей. Это важно. Это самое супер-важное. Это те люди, которые хотят тебя смотреть. Ютуб огромный. Там много авторов, много каналов. И сложно занять там свою нишу и сказать, что ты такой вот, такой вот, ты крутой. Вот посмотрите, какой у меня контент. А я могу это, а я могу это. Если ты не вызовешь интерес, у своего зрителя, тебе ничего не поможет. Потому что Ютуб, в первую очередь, это зритель. Поэтому, делай контент для зрителя. И у тебя все получится. Вот такое вот краткое видео. Для тех, кто только начинает снимать контент. Я думаю, вам эта информация будет полезна. Потому что я вам говорю искренне и чисто от души. Я планирую снимать ролики на эту тему. Как я вел свой канал. И как я его развивал. Какие важные моменты я улучшал во время просмотра своего канала, своих видео, анализа своих видео. Для того, чтобы достичь заветную тысячу подписчиков. Всем пока-пока, друзья. Спасибо, что смотрите. Удачи.